Вы слушаете подкаст Path for Israel. Больше информации на сайте oneforisrael.org. И сегодня у нас очередной эпизод нашего подкаста. Сегодня с нами Анастасия. Она наш арт-директор и одна из наших ведущих продюсеров. Та самая голова, которая стоит за множеством крутых вещей, которые мы делаем в наших евангелизационных передачах на Иврите. Приятно видеть тебя сегодня с нами. Сейчас в Израиле происходят определенные потрясающие вещи с одним из видео, которые вы создали. Расскажи нам об этом. Знаешь, здесь всегда происходит что-то потрясающее. Но в последнее время всплыли некоторые вещи. Мы выпустили несколько видео. И знаете, когда вы публикуете видео, вы никогда не знаете, что произойдет и чем это закончится. А это видео произвело такой взрыв, которого мы даже не ожидали и на который не могли надеяться. Да, мы начали этот новый цикл передач под названием «Ложь». По сути, они разоблачают некоторую ложь, которая передавалась из поколения в поколение, о том, кто такой Ишуа и о пути тех, кто следует за ним. Просто немного статистики. Обычно мы получали около 15 тысяч просмотров в день. Это довольно приятно и довольно круто. Но когда мы выпустили этот цикл, 30 тысяч просмотров за день. Затем 50 тысяч за день. А сейчас у нас 180-200 тысяч просмотров только на одном YouTube. Это конкретное видео, о котором мы будем говорить сейчас. Когда вы, ребята, выпустили его? Несколько дней назад. Кажется, это было неделю назад. Да, примерно неделю назад. Одно это видео, всего лишь одно видео в Фейсбуке просмотрели 431 тысячи израильтян, 4 тысячи комментариев, 5 тысяч перепостов. Это видео действительно стало вирусным. Плюс еще куча постов, объясняющих, что это такое и что вообще происходит. В принципе, мы в течение многих лет выпускаем наши апологетические и евангелизационные видео. И постоянно получаем одни и те же претензии и атаки на эти видео. И они представляют собой несколько конкретных видов лжи, которые раввины используют против Иисуса и против Нового Завета. Мы решили зафиксировать их в 12 видео и дать ответы на них раз и навсегда. Закроем эти пробелы и, наконец, будем говорить о главном, то есть о Евангелии Иисуса. И 12-е видео было моим самым любимым. Оно было о пустной торе и отношении раввинов к женщинам на протяжении веков, начиная с древних мудрецов и иудаизма и включая даже некоторых современных и очень популярных раввинов. И о том, что они говорят за закрытыми дверями, когда в аудитории только мужчины. Знаете, это те вещи, которые никому на самом деле не хочется слышать или иметь с ними дело в ведущих СМИ, потому что это довольно скандальное утверждение. И они настолько привыкли к тому, что это сходило им с рук в течение долгого времени. На этот раз мы решили взять некоторые их цитаты и сделать целое видео с нами, девушками. У нас пять девушек там, повторяющими их цитаты. Мы добавили здесь и там некоторые комментарии и иногда даже цитировали слова Иисуса из Нового Завета, просто чтобы показать контраст, как Он обращался с женщинами и как раввины обращались с женщинами. Итак, мы сделали это, записали и выпустили видео. И одна из главных претензий в комментариях заключалась в том, что ни за что на свете раввины не сказали бы такое, что мы лжем, мы якобы цитируем, но это неправда. Мы вырываем из контекста, мы полностью выдумали все это. И мы решили, хорошо, давайте послушаем все это из первых уст. Мы решили вырезать эти отрывки видео или записей, где раввины сами говорят вещи вроде «женщины настолько тупые, не удивляйтесь, почему мужчины убивают их». Там много говорится о том, что женщина тупее осла и что женщина, которая уже не девственница, стоит дешевле, чем открытая бутылка Кока-Колы и тому подобные вещи. И это известные раввины. Мы выпустили короткое видео с ними, где они произносят эти утверждения. Собственно, вы можете сами увидеть, как они сидят и говорят эти вещи. И мы прямо так его и опубликовали, конечно же, со ссылкой на наше видео в конце. И это короткое видео произвело взрыв в израильских СМИ. Реакция была невероятная. Израильтяне увидели его, и они разозлились. Когда ты видишь, как сами раввины говорят это, это производит намного больший эффект, чем когда их цитирует кто-то другой. Они начали делиться этим видео, и оно попало на сайты крупных СМИ, крутым ребятам, все были в ярости. Мы были в прайм-тайм на телешоу. Они показывали это видео, они обращались к комментаторам в попытке защитить раввинов. Они заварили такую кашу. Это было ужасно. Они сидели и пытались оправдать то, что на самом деле невозможно оправдать. Это было занятно. Вот в чем дело. Можно было бы сказать, смотрите, вот есть некоторые христиане, скажем, пасторы, которые говорят глупые или ужасные вещи, антисемитские или какие угодно. Но на самом деле в наших писаниях, в наших священных текстах, там этого нет. Видите, эти ребята лжецы, они искажают Писание. Но правда в том, что это говорят не просто раввины или какие-то маргиналы, которые находятся вне главного течения веры, вне того, что является правильным талмудическим раввинистическим иудаизмом. На самом деле, это содержится в Талмуде, в их текстах, которые они, по сути, превозносят выше Торы в определенных случаях. Именно. Дело в том, что они придерживаются устной Торы. Для них она эквивалентна или даже важнее, выше, чем письменная Тора. И они считают эти тексты священными. Потому, если эти вещи действительно записаны в этом тексте, то они также священны, они также являются истиной. И наихудшее то, что для женщин, которые воспитываются в этих закрытых религиозных группах, для них это именно то, как их видит Бог. Потому, когда они слышат, что раввин, который является Божьим посланником, говорит такие вещи о них, они полагают, что именно так думает и Бог. И они представляют себе Бога, как ужасного монстра, женоненавистника. И это одна из тех вещей, против которых я хочу бороться. Просто хочется рассказать этим женщинам, почему мы делаем это, почему мы показываем все это. Чтобы высмеять иудаизм? Нет. Чтобы сказать, о, раввины ужасные? Нет. Но чтобы сказать, Бог не так видит вас, они не правы в этом. Знаешь, один из феноменов, которые я видел, мы говорили об этом раньше. Если мы посмотрим статистику, посмотрим на то, кто реагирует, кто смотрит наши видео, удивительно и действительно печально. И является огромной проблемой то, что нас преимущественно смотрят мужчины. Это касается всех наших видео, даже тех, которые о женщинах. У нас все равно преимущественно мужская аудитория. Мы говорим о примерно 70% мужчин и 30% женщин, в лучшем случае, а в некоторых случаях даже 80 на 20%. Это абсолютная противоположность ситуации в странах западного мира. Там обычно женщины более задействованы в религиозных темах. Эти религиозные вещи постоянно привлекают женщин, потому они как бы больше вовлечены. Здесь же очень тяжело вовлечь женщин в духовные разговоры. А я объясню, почему так происходит. Когда ты идешь в синагогу, я замечала это с тех пор, как была маленькой девочкой. Я выросла в религиозном окружении, среди религиозных еврейских поселенцев-реформистов в маленьком городе. И когда я ходила в синагогу, женщины сидели отдельно, далеко от центра, за занавеской. А мужчины сидели в большом зале, вместе перед Торой, и учились, а мы сидели сзади. Иногда мы могли слышать что-то. Обычно мы просто ждали, пока мужчины закончат. И женщины всегда были вне религиозного круга. У них никогда не было возможности изучать Тору, как у мужчин. Даже некоторые стихи, утверждения, которые мы используем из устной Торы, говорят о том, что женщины никогда не должны изучать Тору. Они должны готовить, они должны шить. Вот в чем они хороши. Они могут заботиться о детях, но не изучать Тору. Это как в известном фильме с Барбарой Стрейзанд, где она оделась как парень, чтобы подойти ближе к еврейскому богу. Для меня этот фильм был очень близким с тех пор, как я была ребенком, потому что я любила богословие, я любила Бога Израиля, я любила молитвы и Библию. И ты хочешь все это изучать, но, к сожалению, ты родилась девочкой, потому ты должна стоять в стороне. Ты можешь изучать немного, иногда, но ты никогда не можешь погрузиться в глубины. У тебя никогда не может быть такой же связи с Богом Израиля, как у мужчины. Это как закрытая группа. Знаешь, действительно очевидно, что речь не о феминизме, даже не о том, что, о, женщины должны заниматься шитьем и готовкой. Не об этом. Это глубже, чем роли полов и подобные вещи. Это намного глубже. Они говорят, ты не можешь изучать Писание. Дело не в том, что вот место женщины здесь и здесь. Они говорят, что место женщины не имеет ничего общего с изучением Божьей Торы. И это просто, это дикость, это еще большая дикость, чем любые культурные баталии, с которыми мы сталкиваемся. Не важно. Абсолютно не важно, какова твоя позиция. Ты не можешь поддерживать это. Ты прячешь их во тьме от Бога. Ты прячешь их от самого Писания. Это просто, это действительно самая трагическая часть всего этого. Это действительно больно. Это настоящий вызов для нас. Как привлечь женщин, когда мы разрушаем ложь, устной Торы, эту раввинистическую ложь, мы открываем людям глаза и говорим, нет, вы можете иметь отношение с Богом. Вы можете учиться. Вы можете изучать. Вы можете возрастать. Вы можете быть способными нести этот свет Писания в свет Евангелия другим. И это то, что ты сделала в своей жизни. Да, это всегда является итогом этих видео. Особенно тех, которые нацелены на женщин. Мы как бы показываем все эти ужасные вещи, а затем выступаем против них, говоря, что это не Бог Израиля. Это абсолютно искаженная версия, которую они создали. Это неправда. Бог любит вас. Бог хочет общаться с вами. Он слышит вас. Вы равноценны. И мы никоим образом не выступаем против роли мужчины. Мы не выступаем против мужчин. Мы выступаем против этих ужасных учений об определенной группе людей, о женщинах. Знаешь, еще одна удивительная вещь, это то, что ты видишь, как это открывает глаза на эти социальные проблемы. Но затем смотри, что происходит. Люди не просто смотрят это, они идут дальше по цепочке. Они спускаются все глубже и глубже в кроличью нору, к истине. Они узнают больше, чем об одной этой социальной проблеме, которая действительно велика. Это заставляет их задумываться. Эй, что все это такое? Кто эти мессианские евреи? Что это такое? Что это за вера? Мессианский иудаизм. Что это такое? Это действительно чудесно. Когда эти вещи стали вирусными, это привело людей ко всем нашим свидетельствам, ко всему тому, что мы делаем. Когда мы публиковали это видео, мы позаботились о том, чтобы оно было частью цепочки множества других видео. Потому что люди любят смотреть сериалы. Потому вместо того, чтобы сидеть и смотреть сериалы на Нетфликс, они смотрят наши видео. Видео просто проигрывается на фоне, одно за одним. И множество просмотров наших видео стало результатом той короткой ровинистической части, которую мы сделали. Люди нажимают на ссылку, люди попадают в плейлист и начинают смотреть. Это очень впечатляет. И знаешь, это видео показало мне истинную силу СМИ и журналистики, и разоблачение подобных вещей. Потому что это не просто видео, оно произвело изменения в реальной жизни. Когда вышло это видео, один из раввинов, который был в одной из наибольших ортодоксальных партий в нашем правительстве, ШАС, он был под номером 11 в списке. Его зовут Бару Газей. И он сказал очень ужасные вещи в этом видео о том, почему у женщин бывает рак груди, потому что они одеваются нескромно. Почему у женщин бывают выкидыши? Потому что они постят фотографии в Фейсбуке. Он сказал ужасные, ужасные вещи. И когда все это вышло наружу, был большой скандал во всех СМИ. И он подал в отставку через несколько дней из-за этого видео. Вот такое влияние. Его просто отругали в Кнессете. Да, его отругали. И он потерял свою работу из-за этого. Но это хорошо, потому что этот парень, о боже, все эти вещи, которые он сказал, это был шок. Я не хочу платить. Не хочу, чтобы мои налоги шли на оплату его счетов. Да, этот парень должен был руководить какими-то вещами. Страшно подумать об этом. Но наша политическая система это отдельный разговор. Но это потрясающе, какую цепную реакцию уже произвел этот видеоролик. И то, какой эффект произвело каждое из этих видео. Это вышло за рамки того, что мы могли себе представить. Конечно. Это привело к множеству угроз. Важные ребята теряют свои рабочие места, и они злятся. Потому нам поступают угрозы. И мы просто надеемся и молимся о том, что все будет хорошо. Но это не заставит нас молчать. Это действительно то, о чем следует молиться. Я читал эти угрозы. Они довольно серьезные. Когда свет приходит во тьму, тьма совсем не хочет, чтобы свет сиял. И нам действительно нужно молиться за защиту нашей команды, за защиту верующих в Израиле. Определенно, грядет много преследований. Потому что, когда свет светит и проникает глубже во тьму, всегда будет так. Но это и ободряет. Потому что можно подумать, хорошо, мы просто разослали это видео, и есть много раввинов, которые были разоблачены. Есть много безумных, страшных вещей. И можно подумать, что это приведет к вражде. Но прекрасно то, что мы видим множество свидетельств, множество людей пишут нам, ортодоксов, которые говорят, что они пробудились для своего Мессии. Они пробудились для истины. И ты думаешь, о, может, такой подход отталкивает ортодоксальных евреев. Он отталкивает религиозных, которые в поиске. Он отвращает их. Вы производите враждебность. Нет. На самом деле, люди, израильтяне, хотят слышать правду. Они не хотят, чтобы с ними нянчились. Возможно, это что-то американское или западное. Ну, знаешь, я хочу подружиться с тобой и как-то смягчить правду, сгладить углы. Я думаю, израильский подход примерно такой. Хорошо, тресните меня по голове правдой, дайте мне ее напрямую. И они уважают это. Да, это язык культуры. Ты не можешь приехать в страну и начать проповедовать на другом языке. Это не примут. Тебе нужно говорить на их языке. А их язык – это хуцпа, смелость, дерзновение. И их язык – это прямо к делу. У них нет лишнего времени. И они могут почувствовать манипуляции и заметить, что ты не настоящий. Они чуют это. Потому тебе нужно быть абсолютно настоящим, абсолютно честным. И это то, что мы делаем. И иногда, знаешь, это может выглядеть со стороны немного агрессивно, не знаю даже, не мило. Но, знаешь, мы имеем дело с жизнью людей в вечности. Им нужно услышать это послание, даже если оно малость разозлит их в начале. И это работает. Вы бы знали это, если бы почитали электронные письма, комментарии, сообщения, которые они шлют нам. Конечно, все это многие делают в тайне, потому что им сложно публично признаться в вере Вейшоа. Но они приходят к пониманию того, кто такой Мессия. И они очень благодарны за это. Это действительно прекрасно, видеть реакции. Это, безусловно, призывает нас к молитве. Потому что некоторые реакции примерно такие. Да что в вас забил до смерти террорист-профессионал? Реально жестокие и ужасные вещи. Люди злятся и очень креативно проклинают и так далее. Но в то же время, есть много людей, чьи глаза открыты. Есть много ортодоксальных евреев, много хасидов, которые по-настоящему приходят к вере. Они не отворачиваются. Они на самом деле поворачиваются к истине из-за такого хуцпа-подхода, прямого перехода к истине. Ребята, молитесь за людей, потому что, опять же, дело не в наших удивительных видеороликах. Это все не из-за нашей силы. Это действие Святого Духа. Он пробуждает людей для Евангелия. Он пробуждает людей для истины. И в то же время, тьма ненавидит свет. И нам нужно молиться за Анастасию. Нам нужно молиться за всю нашу команду здесь, за защиту и Божий покров. Потому что, знаете, эти угрозы реальны. Чем больше истины будет открываться, тем больше тьма будет бороться против нее. Мы очень ценим ваши молитвы. И давайте закончим молитвой. Господи, мы сильно благодарим Тебя за Твою верность. Мы благодарим Тебя за открытие глаз. Мы благодарим Тебя за сотни тысяч людей, которые услышали Евангелие через одну только эту кампанию и все остальные, которые мы делали. И, Отец, мы просто просим Тебя, чтобы Ты открывал их глаза для их Мессии, чтобы они открывали свои уши, чтобы слышать, и глаза, чтобы видеть. Отец, мы также просим о защите, чтобы Ты покрыл нас, чтобы Ты защитил служение One for Israel, и покрыл нашу команду своей защитой. И не только физической защитой, но также защитил и наши сердца, когда мы делаем все это ежедневно. И прошу, чтобы Ты дал нам силу для предстоящих сражений. Во имя Ишуа. Аминь. Аминь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...